Здравствуйте! В эфире новости культуры Кировской области. Этот выпуск проведу я, Юлия Волкова. В детской музыкальной школе номер 4 прошел конкурс авторского и исполнительского творчества «Баллада о солдате». Он вновь собрал несколько сотен юных талантов. Репортаж Миланы Поварницыной. С самых маленьких стартовал фестиваль-конкурс «Баллада о солдате», который посвящен сразу двум событиям – Дню защитника Отечества и юбилею города. Всех выступающих объединяет одно – гордость за русских воинов и память о тех, кто не вернулся из боя. Сегодня в музыкальной школе прошли прослушивания в двух номинациях – исполнитель и композитор. Перед жюри выступили больше 60 человек – инструменталисты, композиторы, вокалисты. Тем и неординарен ежегодный городской конкурс «Баллада о солдате». Он охватывает много разных пластов искусства – театр, живопись, скульптуру и, конечно, музыку. К сожалению, не только у нас, и в России их очень мало, очень мало. Они вот дают вот это, прежде всего, ну, конечно, профессиональное мастерство оценивается, но и в то же время вот это вот понятие, каждый выступающий, он проводит через себя эту песню, музыку, которая связана с родиной, там, с войной или с чем-то таким патриотическим настроем, он переживает это и потом, наверное, в общении с другими передает. Вот это и называется воспитанием патриотизма, считает жюри. Важно и то, что с каждым годом не только растет мастерство участников, а также их количество. В этом году в фестивале примут участие около 400 учеников – музыкальных школ, образовательных учреждений, гимназий и лицеев. Пушкин – наше все, а для некоторых его поэзия – источник вдохновения. Вятская художница Татьяна Дедова представила свою новую выставку под названием «Мой Пушкин». Увидеть работы, написанные по впечатлениям от путешествия по пушкинским местам, можно в библиотеке номер 3 «Маяк». Художницы приглашают зрителя в путешествие в Михайловское, Подмосковное, Захарова, заветные тропки и рощи, освященные гением Пушкина. В экспозиции можно увидеть и авторские иллюстрации известных пушкинских стихотворений. Глядя на них невольно на языке, сами собой возникают с детства знакомые строки. Уж небо осенью дышало, уж реже солнышко блистало, короче становился день. И снова хочется перечитать Пушкина и окунуться в мир его прекрасной поэзии. В Кирове прошел фестиваль-конкурс юных пианистов «Рояль-концерт». Более 90 участников собрались на творческие соревнования. Подробности у Валентины Палкиной. Последние репетиции перед конкурсным прослушиванием. Каждому участнику предстояло разучить одно или несколько произведений. Можно выступить сразу в трех номинациях, а значит показать себя с разных сторон. У каждого есть выбор, и заявить о себе могут не только самые способные учащиеся. Для любого юного пианиста участие в фестивале-конкурсе важно для его творческого роста. Если участник выступает в трех номинациях, это концерт для фортепиано с оркестром, солист и концертмейстер, он при хорошем исполнении такой большой, серьезной программы может стать лауреатом. А если он примет участие в двух номинациях, любых двух, или в какой-то одной из номинаций, он может стать только дипломантом. Фестиваль-конкурс «Рояль-концерт» проводится в третий раз. Постепенно он менял свой статус, перерастая из городского в областной, а затем и в межрегиональный. В этом году в творческом соревновании также принимают участие школьники из Удмуртии, Коми и Москвы. Главным призом для ребят станет совместный концерт с профессиональными музыкантами. Будут, по мнению жюри, отобраны только самые лучшие дети, самые интересные исполнения. И вот с Вятским филармоническим камерным оркестром будут дети иметь возможность выступить. Важен этот конкурс и для педагогов. Всегда интересно оценить способности юных музыкантов из других регионов. В выставочном зале областного художественного музея открылась выставка с интригующим названием «Игра для взрослых». В экспозиции представлена авторская и коллекционная кукла. Огромный интерес кукле выделил ее в самостоятельном направлении декоративно-прикладного искусства, с которым теперь могут познакомиться и кировчане. Эти куклы сделаны из редких материалов. Они раскрывают внутренний мир художника и тонко изображают человеческие эмоции. В Кировской области 14 мастеров, которые занимаются этим редким видом искусства. Художники из Кирова, Слободского, Кирова-Чепецка, Белой Холуницы и Москвы представили свои работы зрителям. Эта выставка стала традиционной ежегодной выставкой областной художников-декоративистов. То есть мы отошли от народных промыслов и ремесел. И при участии Вятского регионального союза художников, Вятского художественного музея, при поддержке Департамента культуры Кировской области, мы делаем ежегодные такие выставки художников-мастеров декоративного искусства. Наталья Новосвитная по образованию художник-модельер, но в творчестве ее привлекает кукла. Ее работы участники многих столичных выставок. Были и за рубежом. Там игрушку Натальи называют очень русской. В работе художнику помогает сын Иннокентий. Молодой человек очень рад такому увлечению мамы. А для мамы он самый строгий критик. В своем творческе я вдохновляюсь мультфильмами, графикой 50-х годов. Мне очень нравится. Все мы их помним прекрасно. Дети пересматривают. Там такая любовь к деталям, хороший колорит. Это я стараюсь передать. В частности, ватных игрушках, которые стала делать недавно. Они сделаны в той старинной технике. Вы помните, наверное, все эти Дедов Морозов ватных. Я это продолжила. Немножко, конечно, сделала более современным. Вот они там висят на елочке. Рядом игрушка слободских мастеров. Очень яркая и эмоциональная. Экспозиция насчитывает более 50 кукол, выполненных в самой разной технике. Игрушка выставлена на фоне батика. Она гармонирует с росписью по ткани. Здесь же коллекционная кукла и уникальное европейское шитье 18-19 веков из частных коллекций. На выставке представлен широкий диапазон тем, сюжетов, цветовых и композиционных решений. Несмотря на название «Игры для взрослых», экспозиция вызовет огромный интерес и у юных кировчан. Актриса драмтеатра Галина Марина отметила свой юбилей. Киров уже давно стал для нее родным городом. Здесь было сыграно множество спектаклей. Сказки, драмы и комедии, классика и современность. Валентина Палкина расскажет подробнее. 35 лет на сцене кировского драматического. Десятки ролей, каждая из которых становилась событием. В спектакле «Соврешь-умрешь» Галина Марина играет мать героя афганской войны. Неоднозначным, но узнаваемым получился характер героини в исполнении актрисы. Юная Галина почти не задумывалась, какую выбрать профессию. Выросла в театральной семье. У меня папа артист, он снялся в фильме «Жили-были старик со старухой» Чухрая в главной роли. Еще у него были какие-то работы, так что он народный артист СССР. А мама у меня была заведующей костюмерным цехом и прекрасно шила. Она когда-то училась и работала в Москве в этих самых мастерских Большого театра. И она очень знала хорошо исторические костюмы и очень ценилась в свое время. Поздняя любовь, лгунья, ханума – это спектакли последних лет. Сколько их было всего, не перечесть. Наталья Исаева вспоминает первую встречу с актрисой. Красивая, молодая, высокая, такая статная, хорошо говорящая, да, завораживающая. И с ней на площадке была, она всегда была партнером. То есть видела глаза, слышала подтексты, понимала какие-то нюансы, которые она хотела донести. То есть с ней, она видит и слышит на сцене, она хороший партнер. Ей подвластны любые роли – отечественная и зарубежная классика, современная драматургия. Есть и самые любимые. «Королева шотландская» – это был мой первый спектакль по Юлию Шусловацкому в переводе «Пастернака». Там играла Мария Стюарт, очень, и он сложный, и он стихотворный, и трудно давался, но он любимый был. Вот семейные игры бабки любила, потому что он веселый такой, помимо веселья, там очень такая глубокая и трагическая мысль заложена, кстати. Очень многие зрители, которые смотрели этот спектакль, они даже плакали во время него, смеялись и плакали. Это интересно. Спектакль «Выходили бабки замуж» стал знаковым для театра, а Галина Марина открылась для зрителей совершенно с другой стороны. И все ее роли – правдивые, жизненные, сочные. Напомним, что наша программа выходит при поддержке правительства Кировской области и Управления культуры администрации города Кирова. Всего доброго и до встречи на канале «Россия. Культура» и «Россия-24». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова